шалом уважаемые с вами снова или механик и это 35 выпуск видеоряда переключкой и он посвящен сегодня как вы успели заметить паноне t5 да вот в таком состоянии этот мотоцикл 1975 года выпуска если присмотритесь на шильдик был куплен но и в 2011 году в довесок к моей первой паноне t5 66 года покупался вот он практически в таком состоянии как есть но там еще есть выхлопные трубы перья переднюю вилку чуть-чуть обивки для сидушки только из-за того что на нее и имелись документы номера правда черные но все равно брал довесок как в одной и той же конторе у одного и того же человека я знаю точно что с этой паноне и были сняты некоторые детали хорошие и они работают на нескольких мотоциклов в украине одни один из этих мотоциклов находится в днепропетровске он по даже на ходу а второй скорее всего харькове но надеюсь он еще там остался вы не перепродали t5 75 года все это последний мотоцикл этой серии который импортировался в ссср далее паноне t5 было снято с производства так как с 50 там какого все седьмого паноне выпускали но модель t5 считает официально шестьдесят четвертого года по моему выпуска уже все морально и устаревала так как хоть и движок и был как вы успели заметить 246 кубиков 250 условно считать во многом уже отставал на тот момент от прогресса маховичковое зажигание хотя являлась она одним из самых надежных на мой взгляд на мой взгляд я не сильно много ездил на паноне но все-таки нарисание особо о том что тут отказывал зажигание не было вот если вы успели заметить снаряженная масса данного мотоцикла 146 килограмм то есть такой внушительный вес при том что он 250 кубов увидите очень много было применено таких вот решение облегчающих как алюминиевые траверсы что например и жатники не используют это давно на панно не использовался также по-своему интересное натяжение цепи за счет эксцентрика вот можно видеть прорезь их под эксцентрик задняя подвеска маятника амортизаторы механические не гидравлические тут были спереди был механический там просто пружины были впереди четырехступенчатая коробка передач на мой взгляд самая лучшая коробка передач потому что нейтраль находится сугубо внизу все остальные передачи переключается вверх ну и подсказка на двигатель некоторые говорят зачем она там типа нифига не видно скажу вам ребята если ты встал на перекрестке вот так вот сделать крица вот так вот небольшого ты стоишь вот на перекрестке вот так вот раз затормозил выжал сцепление и честно голову вот так вот нагнуть и увидеть там нейтраль ничего сложно не составляет потому что нейтраль в самом крайнем положении будет стрелочка они где-то вот тут посередине самый край то есть раз зыркнул все нейтраль включил все отлично можно отпускать сцепление в этом есть удобство и не зря этот указатель там был и он заслуживает свое место также по двигателю вы можете наблюдать куча ребрений в районе криво-шипной камеры тоже своеобразное охлаждение отбор тепла у чугунного цилиндра есть специальные прорези это знаете снижает вот эти вот как по моему это кавитационные вибрации называются при работе двухтактного двигателя вот эти ребра могут входить резонанс вот если они цельно литые и вот за счет вот этих вот вещей во первых резонанс снимался во вторых набегающий поток воздуха когда вот идет он за ребер он будет обычно идти но когда есть прорезь он будет ударяться а ребра и тем самым больше отбирать тепло вот это кстати было доказано если научными исследованиями кстати с этим столкнулся отечественный комбайн по-моему дон 1500 это был у которого тоже стоит радиатор он не охлаждался только когда перед радиатором поставили специальный маховик который так медленно вращался и срезал этот поток заставлял его не прямо течь а как говорится срезал эту струю и она в итоге вынуждена была ударяться а ребра и сот радиатора и тем самым отбирать тепло дополнительно порядка по моему до 15 процентов увеличилась эффективность охлаждания на доне то есть вот это вот вещь имеет право на жизнь тем более чугунный цилиндр он тяжело нагруженный такой вот интересная доработка от пановодов венгров да кстати это венгерская машина если кто не в курсе вот пожалуйста на шильдике написано анония будапешт ингрен венгрия украинскую угорщина почему-то на русском венгрия называется хотя на украинский моется и угорщина то есть ну как-то более созвучно с чем столкнулся я в дальнейшем как вы видите мотоцикл очень сильно некомплектный на данный момент на 85 процентов он укомплектован это сейчас я просто не все смог достать она по разным точкам гаража я это стрелка достал но на 85 процентов он укомплектован так что в скором времени мы его будем обдирать красить спасибо всем за внимание всем пока